Так, коллеги, здравствуйте. Надеемся, что нас слышно. Поставьте плюсики, что нас слышно. Да, отлично, нас слышно. Мы в новой форме проводим это мероприятие. Надеемся, что получится все хорошо с технической точки зрения. Мы подготовились. Давайте начнем. Меня зовут Александр Лавров. Правда, у меня сидит Владимир Определенов. Я передаю ему слово. Добрый день, друзья, коллеги. Я надеюсь, эта форма получится, потому что мы проводим ее от нас первый раз. Это такой, можно сказать, как ни странно, первый опыт именно вебинара на данной площадке. Но то, что мы сегодня хотели бы рассказать, это наше видение необходимости использования самых новых технологий, связанных с виртуальной реальностью, дополненной реальностью и так далее в музее. Вообще нужно ли это, кому это нужно, зачем и зачем этим заниматься. Соответственно, мы начнем, наверное, сразу со слайдов. Я расскажу немного о музее и, соответственно, какие задачи перед ним сейчас стоят. И, исходя из этого, мы с вами подумаем о том, что действительно было бы важно для работы. Коллеги, мы сейчас переключимся с видео на рабочий стол и мы попросим опять ставить плюсики, когда будет что-то видно. Рабочий стол, кому видно, ставьте плюсик. Рабочий стол все еще не видно. Ставьте плюс. Ага, идет загрузка. Так, сейчас звук есть. Да, окей. Так, звук, ладно, пусть будет с видео. Хорошо. Рабочий стол появился. Отлично. Видно ли слайд презентации? Там должны быть руки Лены Якубовой из Горбаря, которая смотрит картину на телефоне. Ага, отлично. Ну мы тогда начнем. Коллеги, у кого пропадает звук, вы не пугаетесь. Мы записываем презентацию на видео, мы выложим ее и вы сможете ее еще раз посмотреть. Даже в лучшем качестве. Я обратно передаю Владимиру слово. Ну, я попрошу, наверное, первый слайд тогда. Да, окей. Коллеги, немного о музее. Мы сейчас находимся, я думаю, что презентовать сам музей из Бразилия искусства имени Пушкина необходимости нет по его содержательной программе, коллекциям и так далее. Но что на сегодня такое музей на самом деле? Это огромный музейный городок, один из самых больших в Европе. Мы планируем, что это будет такая совершенно уникальная территория. Сейчас как раз идет работа над ее реконструкцией, модернизацией. И всего у нас, как вы видите на слайде, 27 зданий и строений. И из них 15 памятников федерального значения. Это крайне сложный проект для реализации. И о нем нужно рассказывать. Потому что на самом деле нас чаще всего воспринимают как главные здания. И люди путаются в нахождении коллекций. Люди путаются в информации о них. У нас огромное количество мероприятий и так далее. Но что еще очень важно, то что сейчас, работая над проектированием музея, мы осознали, что без новой базы, без работы с 3D-технологиями, без создания такой среды коммуникации между всеми участниками процесса, то есть и руководством музея, и научными сотрудниками, и архитекторами, экспедиционерами, дизайнерами и так далее, практически невозможно по-настоящему сделать проект, потому что без визуализации мало что можно сделать. И вторая часть, обратная сторона создания нами всевозможных виртуальных, туров, пространствах и так далее, это сохранение непосредственно образов интерьеров, таких, какие они сейчас есть. Потому что мы, если говорить просто про пространство, очень важно, чтобы мы фиксировали устаинство, что оно постоянно меняется. И в этом плане качество фотопанорам, оно, скажем, имеет такое же значение для сохранения будущего изучения, и для нас, для людей, которые входят в реставрацию, тоже принципиально. Помимо того, что, конечно, очень хочется презентовать максимальному количеству посетителей, а виртуальных посетителей мы начинаем считать, ну, примерно так же, как у настоящих, свой, если можно, следующая картинка. Ну, это вот ситуация, которая нас привела к тому, что мы сейчас работаем на реконструкции. Здесь сразу видно то, что практически половина площадей музея находилась в 2020 году в таком состоянии. Сейчас у нас еще меньше территории, потому что многие здания мы отдали уже в строительство. И, собственно, вот вы видите генеральный план музейного городка, и все, что перед вами, то, собственно, и есть будущий музейный городок Милни Пушкина. Все эти здания уже либо находятся в работе, либо буквально сейчас передается строителям. Но все подробно вы можете прочитать на отдельном сайте, я покажу вам, где. Можно следующий. Итогом реконструкции станет увеличение фактической площади практически в два раза, то есть мы планируем увеличить до 105 тысяч квадратных метров. Это будет крупнейший музейный город в Европе. И, соответственно, наша, конечно, целевая история, это как минимум в три раза увеличить количество посетителей наших экспозиций, и при этом привлечь, ну, мы планируем, что это будет 10 миллионов человек, и, соответственно, на территорию музейного городка. Цифры, речь идет, конечно, о годах. Можно следующий слайд? Собственно, работая над информационным пространством музея, уже сейчас мы думаем о том, как все эти продукты впишутся в коммуникацию с нашим посетителем, собственно, на территории музея и в будущем, и, собственно, со всеми виртуальными посетителями. Как мы будем освещать все, что нам нужно? Тем более, что часть зданий и часть экспозиции уже закрылась, уже недоступна, а в будущем тоже может быть закрыта на достаточно длительное время. Мы разделяем для себя все информационные средства, с которыми работаем, на три больших блока. Вот верхний и левый блок – это все, что обычный посетитель не видит, и все, что необходимо для работы сотрудников. Системы финансо-хозяйственной деятельности, системы продаж, учетные, медиа-архивы, туда же уже можно отнести системы безопасности, специальные вещи, такие, как мы делаем сейчас с Александром по продукту, по 3D-проектированию совместно с Эфирами, и еще множество различных систем, которые, я думаю, что мы однажды сделаем отдельный вебинар. Есть второй блок, который посетитель уже видит, с которым чаще работает, это мультимедиа на экспозициях и, конечно, оснащение наших лекториев и общественных пространств всевозможными зонами. Ну и, собственно, огромный блок, связанный с работой в интернете, с виртуальностью, и мы преуходим к выводу сейчас, что все это требует специализации, потому что каждый из продуктов, если это 10 лет назад было, скажем так, одно поле деятельности одних и тех же условных специалистов, то сейчас с углублением, расширением этих продуктов, с развитием технологий необходимо воспринимать каждый из описанных вариантов как отдельное направление деятельности, причем довольно серьезное, требующее совершенно специальной подготовки. И сегодня мы с вами как раз посмотрим из этого пространства на раздел, по нашей части, связанный с виртуальными музеями и виртуальной реальностью. Соответственно, я думаю, что можно перейти к демонстрации, собственно, с сайта. Давайте выйдем на главную. То есть мы сейчас видим с вами перед собой главную страницу сайта Гмель Пушкина, и вот если ниже опуститься, то еще. Давайте перейдем на отдельный ресурс, посвященный виртуальным продуктам, прогулкам. Да, вот вы видите баннер. И здесь, собственно, представлены все здания на данный момент доступны в виртуальном виде. Сейчас мы работаем еще над выставками. Вот значок карборда означает то, что вы можете посетить это пространство не только в режиме на компьютере или планшете, он, в принципе, работает и на телефоне. Видно сейчас меня там, да? Покажу. Да, видно, да. Я, во всяком случае, ты ее вижу трансляцию. Да, ну и... Давай я открежу трансляцию. Сейчас мы находимся в египетском зале музея. И здесь есть возможность прослушать альбинскурсию. Потому что внизу вот наушники. Да. Зал номер один. Архитектура зала передает основные черты. Да, посмотреть, собственно, предметы. Давай я все это покажу. Да, давай. Немножко встаем. Быстрее. Ну, я думаю, вы все знакомы, конечно, с этим продуктом. Но все-таки давайте посмотрим внимательнее. Конечно, рассмотреть предметы в высоком качестве. Соответственно, просмотреть различные ракурсы. Посмотреть на информацию, перейти на ссылки, поделиться в соцсетях и так далее. Все, что необходимо для... Посмотреть это полное описание на нашем основном сайте. И, конечно, выйти в полный список предметов, которые оснащены в зале. Здесь сразу отмечено, для каких предметов есть аудиогид. Опять же, и его можно... В принципе, нам кажется, эта среда сейчас достаточно содрела, чтобы какое-то время позаниматься просто ее наполнением. Все это звенья одной цепи, выпуск публичного аудиогида бесплатного. И здесь мы, к сотрудничающим с компанией Easy Travel, эти же материалы попадают в эти виртуальные музеи. И, собственно говоря, этот же движок использован для перехода в режим VR. Я сейчас перейду... Ну, VR мы пользуемся... Так, у нас выпущены сейчас пока тесты партии очков. Ну, вот таким простым образом это делается. Дальше в телефоне. В телефон вставляется у нас обычный телефон. Это же сайт на нем загружен, это не приложение. Мы заходим в режим инкуляра, вставляем и, собственно, погружаем пространство в музей. Да, мы одеваем очки и видим, собственно, буквально... И я вам сейчас покажу навигацию, собственно, по... Добро пожаловать в государственный музей. То, что мы можем здесь увидеть, вы... Конечно, это надо смотреть в очках, но что мы можем тут функционалом? Как вы видите, здесь есть перекрестье, которое можно навести на маркет перехода в следующую точку. И, собственно, вы в нее переместитесь. Вот мы эмулируем этот процесс. Хорошо. Дальше мы можем с вами... Ну, вот так же прогуляться дальше. Смотрите, не укачайтесь. Вот. И вот вы видите элемент предмета. Это вызовет аудиогид. Статуэтки фиванского жреца Менхотепа и певицы бога Омона жреца Анария выдающийся образец гидокуски мелкой пластики времени нового царства. Это зал номер один, который позволит нам перейти в пространство управления локацией. Архитектура зала передает основные черты храма высотчества в Древнем Египте. В помещении царит правильственных луак, колонны уподоблены, связанные с стеблем пыльцев, напоминая священный лес. Вот, соответственно, и вот здесь мы уже видим синхронизацию пространства виртуальных туров, залов с моделями будущего городка. Наверное, с этой точки я передаю рассказ Александру и, соответственно, посмотрим что-то интересное. Ну, для этого тоже было интересно. Я видел в Дневный Волгус, что это про Пушкинский музей, винар. Нет, он происходит в Пушкинском музее. Да, да, да. Мы сейчас с вами посмотрим вещи про виртуальную дополненную реальность более теоретически. Напишите, пожалуйста, плюсик, что вам видно экран, и там снова появилась Лена Якува с Samsung в своих руках. Она отлично. Еще раз здравствуйте. Меня зовут Александр Лавров, рядом по-прежнему Владимиру Определенов. Я хочу вам рассказать, в принципе, о том, что можно делать в музее виртуальной дополненной реальности. Я не буду сильно останавливаться на опте компании, много всего написано. Наверное, главным нашим музейным достижением было в прошлом году то, что виртуальный музей архитектуры занял первое место на европейском музейном конкурсе Health Touch in Motion. В принципе, это первый раз был, когда российское мультимедийное приложение заняло там первое место. То есть мы можем вместе с вами бороться на мировом рынке и побеждать, и делать действительно хорошие, успешные проекты, инновационные проекты. Что мы с вами все вместе получим сегодня? Это важно проговорить. Вдруг кто-то скажет, ну, хватит, я все услышал, отключусь. Первое – это польза. Мы будем говорить про практическое применение, то есть то, что вы сможете сразу же после вебинара использовать. Практичность это я сказал. Дальше мы поговорим про спорные вопросы, про покемонов, которые кто-то любит, кто-то ненавидит. Какие из этого можно сделать выводы, какие способы вообще реализации для музея виртуальной дополненной реальности. И у нас будет две части. Я не знаю, какой у всех уровень, поэтому я всегда начинаю с теоретической части, и мы получаем вместе единую базу, чтобы можно было спокойно общаться и со специалистами виртуальной реальности, и со специалистами в музейном деле. И, конечно, посмотрим реальные кейсы, их будет порядка десяти штук. После этого мы поотвечаем на любые ваши вопросы. Первая вещь, которую нужно понимать, про которую почему-то мало кто говорит, что вообще такое виртуальная дополненная реальность. Есть такая интересная диаграмма, где есть две крайние точки. Это реальное окружение, вы видите котика, то есть здесь нет вообще никаких искусственных объектов, они реальные. Справа это виртуальная реальность. В ней нет вообще никаких реальных объектов, все создается на компьютере. Между ними есть так называемая смешанная реальность, где есть и реальная, и виртуальная. И в ней есть две группы. Первая – это дополненная реальность, то, что более-менее распространено, когда вы навозите свой, например, телефон на стол, на нем появляется ваза или еще что-то. Она виртуальная компьютерная. Вторая группа, менее распространенная, когда вы в виртуальной среде, например, видит свои руки или другого человека. Это очень широко используется в различных тренажерах, в каких-то средах, где человек должен активно своими руками взаимодействовать с объектами. И все, что вы будете видеть технически, легко вписывается в эти группы. Вы сможете это классифицировать и понять, что дальше с этим делать. Следующий вопрос всегда тоже вызывающий большие споры. Большинство людей считают, что виртуальная реальность появилась два года назад, когда появился Oculus Rift. Кто-то знает, что в 90-х годах тоже были шлемы виртуальной реальности. Кто-то знает, что в 60-е годы тоже были шлемы виртуальной реальности. Но на самом деле можно сказать, что виртуальная реальность началась с кинематографа. Потому что виртуальная реальность – это погружение человека техническими средствами в некую среду. И понятие «виртуальный музей», которое выдвигает Министерство культуры, оно правильное. Потому что человек техническими средствами погружается в среду виртуального музея. Это понятие значительно более широко охватывающее, чем просто шлем виртуальной реальности. Я могу добавить то, что диапозитивы появились еще в конце 19 века, и у нас, например, вся огромная коллекция двойных вещей, когда через диапокс мы можем смотреть и уже видеть эффекты даже 3D, еще на черно-белых фотографиях и так далее. Поэтому люди работают с этим уже практически по-настоящему 120 лет, и, конечно, окоплен колоссальный опыт, который не надо забывать. Да, все циклически, то есть технологии улучшаются, но по факту одни и те же вещи люди пытаются решить, потому что всегда было желание погрузить в какую-то среду человека, который там бы не был. Следующая штука важная, про которую младше говорить, это степень погружения. Вот чем это все отличалось? Одно дело вы смотрите на фотографию, другое дело вы видите в кино, другое дело уже 3D кино, дальше шлем, то есть уровень вовлечения человека, он меняется. Это называется степень погружения. Кто ходил в 5D кинотеатр, на вас дул ветер, там брызги на вас летели, даже запахи некоторые пытались имидировать. Это еще более глубокий уровень погружения. Соответственно, все создатели виртуальной реальности пытаются его повысить. Так, но это мы немножко проговорили. Важно, что в 16-м году произошел технологический взрыв. Появилось очень большое количество технологий, которые сделали виртуальную реальность массовой. Если до этого речь шла о десятках тысяч долларов на проект, то сейчас есть шлемы, которые стоят 300 рублей, как картборд, который показал Владимир. Ну, 600, да, на порядок вы поняли. У него хороший шлем, да, можно самому из коробки до 30, или до 150. То есть это стало доступным. И так как это стало доступным, люди стали об этом знать, и им стало это интересно использовать. Немного о будущем. Огромное количество гигантских компаний, Facebook, Microsoft, Google, они вкладывают ресурсы в это. И тот же Цукембер говорит, что это следующая стадия интерфейса пользователя. То есть был текст, текст ввод, кто застал, я думаю, вы прекрасно это все помните. Дальше было видео, был ввод мышью, стал ввод тачем. Виртуальная реальность это следующий уровень. Это явно будет происходить, хотим мы этого или нет. Здесь есть крупные проекты, на самом деле их много, больше, чем перечислено здесь. Они перечислены скорее для того, чтобы было понимание, что это протаренная, в принципе, дорожка, и по ней не страшно идти. И если вы наберете на YouTube или в Google виртуальную дополненную реальность музея, то огромное количество очень красивых проектов вы увидите, как отечественных, так и иностранных. Для чего вообще внедряется виртуальная дополненная реальность? Для сокращения они называются VR и AR, Virtual Reality и Augmented Reality, чтобы дальше не писать огромные вот эти портянки. Основная причина это опыт. Люди могут получить новый опыт. Они не были в каком-то месте или от своего места, где они уже были, они могут получить дополнительный опыт, потому что они могут что-то увидеть, чего не увидели ранее. Лежит основа в компьютерном моделировании, то есть когда есть или опасный эксперимент, или он дорогой, для музея это близко, потому что для музея важна сохранность объектов, и вы можете в виртуальной реальности, безопасно для этих объектов, экспонатов, в принципе, и показывать их в любом виде, и давать любую информацию, даже какое-то взаимодействие с ними сделать. Для нас еще есть очень важная часть, которая связана с сохранением, собственно, образов интерьеров, особенно разрушающихся объектов, или, что тоже немаловажно, крупных и значимых временных выставок, которые, собственно, исчезают. И здесь приобретает вот это визуальное, правильно визуальное сохранение такого рода мероприятий, и пространство тоже совершенно особую значимость. Да, то, что существует в единственном экземпляре, это вот стопроцентная характеристика. Еще и во времени он существует. Да, конечно, ограниченное время. Да, это эксклюзивная абсолютно вещь. Для виртуальной реальности очень важно понимать, что реальность равно восприятию. То есть ученые исследуют, как вообще человек воспринимает реальность, и мы понимаем, что это меняет в зависимости от контекста, от устройства, через которые вы видите. Поэтому выбор технологии здесь становится очень важным, чтобы оно было не искаженным, а правильным. К чему стремятся все производители оборудования и программного обеспечения? К тому, чтобы повысить уровень погружения. У человека есть его пять чувств, и они пытаются его задействовать по максимуму. На данный момент все очень хорошо со звуком, очень хорошо. Все достаточно неплохо двигается по видео, значительно хуже двигается по всем остальным органам чувств. Ну, я об этом немножко расскажу. Для чего это, в принципе, нужно знать? На самом деле, нужно знать, чтобы понимать, куда это все двигается. Потому что учреждения культуры все очень разные. Когда мы начинали готовить этот вебинар, он назывался что-то типа виртуальной дополненной реальностью для учреждения культуры. Потом, так как у нас в основном опыт с музеями, мы написали музеи. Министерство культуры сказало, а почему музеи? Учреждения культуры, они разные. И мы вернули, собственно, первое чтение. Поэтому понятно, что органы чувств там разные, все учреждения культуры разные. Например, если это музыкальное учреждение, понятно, что звук для них будет первичен, чем осязание там или обоняние. Я хочу показать пример устройств вообще, какие есть на рынке, чтобы у вас просто было понимание разнообразия и было понимание, как делать прагматичный выбор. На данный момент только мобильных шлемов порядка 150 штук на рынке. В реальности хороших, которые распространенные и применимые, не более пяти штук. У Владимира Настале лежит Google Cardboard, это самое распространенное на данный момент устройство виртуальной реальности. Переводится как картонная коробка, которая в принципе любой телефон превращает в шлем виртуальной реальности. Есть более дорогие устройства типа HTC Live, которые стоят 800 долларов. Казалось бы, цена большая, но то, что делает он, раньше делали устройства, которые стоили сотни тысяч долларов. То есть порядок реализации проекта, он существенно снизился, это стало достаточно доступным. Мы можем показать, собственно, растет этих карбордов. У нас, сколько хочешь, вот формат стандартизированный от Google, собственно. Но там ключевая вещь в этих устройствах, это качество линзы и расстояние. Это мы попробовали множество различных вариантов. Вот тоже вариант карборда, который там складывается. Вот вариант упаковки, но вот эти вещи похожи. Поэтому вам надо выбрать оптимальный и, на самом деле, очень важный контент, который вы делаете, подогнать под ту модель, с которой вы работаете. Почему вы, собственно, и приняли решение выпуска своей карбордов? Потому что наибольшая оптимизация проведена как раз под данную модель. Хотя, конечно, в таком шлеме, уже более-более серьезных вещах, это тот же самый принцип. Смотрим порядок цены. Порядок цены вот этого устройства в районе полутора-двух тысяч рублей. Это следующее должно быть. Да, это не некий следующий уровень. Вот здесь тоже точно так же телефон, некое управление, возможность работы с камерой. И здесь, что важно, в отличие от вот этих вещей, здесь пластиковая оптика, здесь уже стеклянная оптика. И есть возможность донастройки. Да, следующий уровень тоже порядок 7-10 тысяч рублей. Следующий уровень где-то 15-20 тысяч рублей шлема. Они отличаются в основном качеством исполнения, оптикой. Но реально для большинства людей эти уровни уже не так сильно отличаются. Наше ощущение, да. Да, наше ощущение, да. Очень близко. Мы много всего перевидали, и можем с уверенностью сказать, что ощущения очень близкие. Дальше, значит, есть различные контроллеры, которые позволяют, например, вам двигаться в виртуальном пространстве. Там перчатки различные, волшебные палочки и так далее. Те, у кого, например, музей позволяет делать активный интерактив, например, музей какой-нибудь техники или еще чего-нибудь такого активно-интерактивного, можно делать очень интересные инсталляции. При этом тоже стоимость там несколько сотен долларов для такого устройства позволяет вам собрать то, что раньше сотни тысяч долларов стоило. Следующая группа моя любимая, она самая забавная. Это устройства, которые позволяют вам в виртуальном пространстве перемещаться. Они очень странные и смешные, начиная от беговых дорожек, каких-то омни-дорожек, где можно в разные стороны перемещаться, вплоть до таких вот смешных контроллеров, которые в положении ноги в пространстве определяют. Следующая группа, обычно наименее освещенная, так называемая хаптика, то есть передача ощущений. Например, если вы держите в руке джойстик типа вот такого, то когда вы касаетесь предмета в виртуальном пространстве, вы чувствуете, что у вас там что-то какое-то давление произошло, или что вы его трясете. Плюс есть целые костюмы, это уже становится целой индустрией. Сложно сказать, как это можно действительно использовать для музея, но, например, в области компьютерных игр или обучения космонавтов, то, что мы знаем на данный момент, это развивается очень активно и позволяет, например, передать касание какому-то предмету или попадание пули. Военные очень это активно используют. То, что сильно сейчас распространено, это съемка 360 градусов видео и фото. Но фото это уже вообще, я считаю, распространение почти повсеместное. Видео меньше распространено, камер много. Есть очень недорогие, например, какой-нибудь Samsung GearWare или TETA камеры, они стоят там порядка чуть ли там не 5 тысяч рублей, 5-8 тысяч рублей. При этом они вам позволяют хорошее снять 360 градусов видео. Основная проблема с ним – это его воспроизведение, потому что на телефонах в хорошем качестве оно, честно говоря, не воспроизводится, максимум Full HD. Мы делаем сейчас эксперименты. На компьютере можно воспроизвести и 4К, и даже 8К на некоторых мощных компьютерах видео. Здесь надо учитывать, что к панорамам все привыкли к гигапанорамам, которые больше, там, 10 тысяч разрешения. Там кристальная четкость, и действительно хочется разглядывать. На видео это недостижимо, потому что, получается, у вас каждый кадр, это такое же должно быть разрешение, 35-25 кадров в секунду, но нереально. На YouTube качество достаточно мыльное, есть специальный плеер, но это дело двигается. И очевидно, что в течение года-двух можно будет достаточно легко хорошее видео качество получать. Какие есть текущие проблемы? Вот давайте говорить честно. Мы собрали с наших клиентов, с партнеров, со всех. Первое, что не нравится, это дурацкий вид. То есть то, что особенно начиналось два года назад, это были прототипы. Они не выглядели классно, и люди не хотели их одевать. Если сравнить эволюцию даже Google Cardboard, я думаю, вам сразу станет все понятно. А есть еще гораздо более страшное устройство, и на первых слайдах, где вы видели людей, опутанных проводами, вот это был реальный пример. Сейчас все не так. Устройство выглядит вполне себе привлекательно. Это может быть и подарочный, который мы планируем выпускать у себя. Даже билет может быть в музей, что угодно может быть. Люди хотят уже этого. Оно стало хорошим. Второе, это безопасность. Когда люди находятся в виртуальном мире, они же не видят ничего вокруг, соответственно, они могут наталкиваться на предметы. Соответственно, надо учитывать. Или сидеть в кресле это смотреть, или же в специальных шлемах появляются ограничения, он там какую-то решетку показывает, говорит, туда не иди. Большинство того, что я видел, это стоящие или сидячие варианты использования. Потому что никто не хочет связываться с безопасностью. Хотя в Америке есть целые тематические парки, где есть активное перемещение. И даже с большими мощными шлемами, там какие-то рюкзачки с ноутбуками. И люди, собственно, перемещаются в трехмерном пространстве. Третья штука, которая всех волнует, но которая сейчас практически решена, это неадекватный интерфейс. Мы все привыкли с вами к двухмерному интерфейсу. Тач-экран, я думаю, уже у всех в смартфоне. А в трехмерном пространстве вам приходится, на самом деле, взаимодействовать с 3D. То есть вы можете потрогать объекты, можете что-то нажать в трехмерном пространстве, какую-то кнопку. Кто видел обычные игровые джойстики, мы не будем сейчас голосование производить, наверное, понимают, что им в трехмерном пространстве как минимум удобно. И далеко не вся наша целевая аудитория вообще умеет пользоваться. Попыток было много разных. В итоге сейчас появилось большое количество устройств, которые отслеживаются в трехмерном пространстве. То есть вы видите их в шлеме, смотрите, вы двигаете рукой устройство, показывается в виде чего вы хотите. Хоть волшебные палочки в это пространстве, хоть в виде кисточки, в виде чего-то. Мы сейчас работаем над одним проектом, но мы его покажем через пару месяцев. Да. И, соответственно, человек себя нормально чувствует, потому что у него есть ощущение, что он увидит где-то, где его руки, он тело свое там ощущает. Ему комфортно. Четвертая проблема, которая напрягает действительно людей, это узкий угол обзора. Но она на самом деле тоже решается. На самом деле за последние полгода, в которой прожила вот эта презентация, участие, которую я показываю, очень большое количество проблем решилось. Если раньше угол обзора средний, там был 50-70 градусов, сейчас есть устройства, у которых 110 градусов угол обзора, и в них вполне себе комфортно. Вы себя чувствуете и почти не видите темных полей, коробки по бокам. Провода. Вот это пока решается на среднем уровне. Если вы, например, работаете с панорамами, то мобильное устройство плюс шлем, все, вам задачу решают. Так, если вы делаете какое-то сложное приложение с тяжелой графикой интерактивной, например, тот же музейный городок, который мы вам сейчас покажем, но вообще на телефоне она, конечно, не работать не будет. Она работает на достаточно мощном компьютере. Мы продумали вариант как раз адаптации, который вы видели сверху, но это совершенно другое решение. А вот именно полного интерактива с перемещением, взаимодействием с объектами, добиться на телефоне практически невозможно. на данный момент. Хотя, я расскажу об этом, буквально через пару месяцев будет виртуальный музей архитектуры, адаптированный подустройство. Но там, конечно, гораздо меньше объектов, чем в музейном городке. Но задача решается. Я думаю, что в течение года-двух она решится, потому что есть следующие уровни HDMI, фармопротоколы и так далее. И они все над этим работают. Важно понимать, что да, есть некоторые несовершенства, но технология уже созрела для практического применения. Мы уже начали показывать, как это работает. Я дальше еще больше покажу примеров. Я вам честно скажу, что мы встречались по вопросам виртуальной реальности, используемой и так далее, примерно 7-8 лет назад. И тогда действительно было ощущение, что технология не созрела. Она не создает необходимого уровня погружения. Но и массовый пользователь тоже не готов к этому. Но сейчас есть ощущение, что да, можно начинать и нужно даже начинать и двигаться. Потому что наши фокус-группы всех возрастов, особенно дети, как ни странно, старшее поколение, где, например, на бабушках за 80, которые действительно уже не включаются, для них вот такие вещи, совершеннейшие открытия, они абсолютно неестественным образом пользуются. И это действительно ощущение такого прорыва, ощущение доступности, в отличие от предыдущих лет. Так что, мне кажется, надо делать. Надо заниматься, делать, тем более, что это все, как Александр рассказывает, совершенно доступно. Это правда. 7-8 лет назад не было смартфонов, как если мы вспомним, которые сделали недоступную. И компьютеры, на самом деле, только игровые или рабочие станции позволяли это смотреть. Сейчас средний офисный компьютер спокойно позволяет все это смотреть и даже делать. Так, я хочу рассказать теперь про дополнительную реальность. Дополнительная реальность еще более интересная вещь, потому что вы можете взаимодействовать с реальными объектами. Здесь есть некоторые примеры того, что есть на рынке. Но для нас все важнее смартфоны и планшеты. Почему? Потому что большинство устройств, они уже пригодны к дополненной реальности. Уже полтора миллиарда устройств в 2015 году были пригодны к дополненной реальности. Это значит, что вам не надо в музее покупать специальное оборудование. У людей оно уже есть. Вам нужно сделать или на сайте то, что показал Владимир, или делать мобильное приложение, которое умеет что-то делать в дополненной реальности. Самое интересное, что к 2021 году 100% устройств будут пригодны к дополненной реальности. Соответственно, те, кто начинают делать раньше, они имеют просто больше опыта и имеют большее количество друзей, которые могут этим пользоваться. Как это работает? Дальше начинается презентация, которую я рассказывал на интермузее. Я думал, включать ее или нет. Потом решил, что всем будет полезно одинаковый опыт получить предмет на области и включил. Значит, первое, что происходит. Есть, так, давайте мне напишите блюсик, если вам слышно. Я просто думаю, может, у меня не слышно. Мне звонит Юля. Коллеги, слышно ли меня блюсик? Окей, слава богу. Значит, есть специальные метки или объекты в реальном пространстве. На самом деле объектом может быть сама картина, скульптура, вообще любой объект. Это не 10 лет назад, когда только специальные маркеры отображались. Второе. Происходит отображение некого контента. Но здесь вы видите, ваза была разбита, она достроилась вазой целой. Третье – это сбор статистики об использовании. Когда объектов много, абсолютно точно нужно настроить аналитику. Что вообще люди смотрят, что интересно. И здесь это возможно, потому что люди с реальными объектами взаимодействуют. Дальше. Важно помнить, что технология – это и помощник, и ограничитель. Потому что она на данный момент не сказать, что прямо «железный человек» или там «трон» или кто какие фильмы смотрит. Она хорошая, она хорошо распознает. Значит, вы наведете на обычный мир, скорее всего, вы ничего не увидите. Потому что уровень проникновения, он не такой, как в фантастических фильмах, там, про акпоинт 2050 год. Есть четыре реальных способа, которые работают на данный момент гарантированно. Первый способ, который работает очень быстро и очень хорошо – это специальные маркеры. Любое программное обеспечение, которое позволяет делать дополненную реальность, она имеет обязательно эту возможность. Она работает быстро, маркеры очень легко весят и очень точная степень распознавания. Если вам возможно рядом с вашими экспонатами в музее повесить маркер, это самый надежный способ. Но они не суперкрасивые. Это очень многих людей отпугивает. Поэтому есть второй способ – это распознавание изображений. На данный момент он самый распространенный, потому что он не требует создания специальных маркеров, и вы можете распознать что угодно. Это может быть картина, книга, что-то еще в этой комнате видишь, даже экран, монитор. Да, вот. Кабу. Мы сейчас все-таки приходим к выводу, к поиску новых решений, и недавно подписали соглашение с Panasonic на разработку технологий еще по передаче по световому коду, потому что ограничение вот этих визуальных маркеров или ограничение распознания изображений, потому что типовые предметы оно распознает, конечно, не очень. А маркеры требуют хорошей освещенности, близкого подхода и так далее. Поэтому вопрос тем, что должно стать средством передачи данных, он еще, скажем так, будет разрабатываться незакрытно. По крайней мере, нам понятно то, что использование тех же Bluetooth-маячков, всяких меток – это довольно дорогостоящее. С одной стороны, история, с другой стороны, очень временная. Поэтому ждем и двигаемся дальше. Но для многих проектов именно распознание изображений, локальных, точных, оно крайне интересно. И это быстро, потому что у вас есть эти изображения, и, собственно, да, вы можете им пользоваться. Я покажу пример проекта Центра реставрации имени Горбаря, который мы делали, как раз его картинка. Когда будем разбирать кейсы, расскажу поподробнее. Третья вещь – это распознание объемных объектов. На данный момент можно распознавать как небольшие объекты, так и целые здания. Вы можете достроить, например, здание полуразрушенную, какой-нибудь крепость, тем, что там было. Там будут люди ходить, будут корабли вокруг плавать. Это очень интересно. С небольшими предметами тоже интересно. Это может быть статуя какая-то, например. Здесь изображена машинка, может быть, вот такой пример. Вы можете показать какое-то, например, ее состояние, прошлое. Или, например, прикрепить информацию к определенным частям, чтобы люди могли посмотреть. Четвертая штука – это распознание пространства. Я покажу вам сейчас ролик. Это новая абсолютно вещь. Компания Google и компания Intel сделали устройство, мобильное устройство, которое сейчас широко они пытаются распространить. Которое имеет сенсор глубины. То есть не просто камера, а сенсор, который знает расстояние до предметов, 3D-пространство выстраивает. Вот в этом 3D-пространстве вы можете делать вообще что угодно. Вы можете, например, сделать систему навигации. Ну, вы ее сейчас на самом деле видите. Вы можете достраивать объекты. То есть понятно, когда есть 3D-объект из реального быстро, вот смотрите, быстро строящегося. Можно сделать вообще все что угодно. Мы брали ее на тестирование, собственно, эту систему. Мы даже написали про нее статью. Мы тоже пошлем вам ее ссылку. Можно будет считать, что она может сделать. Все технологии, они произрастают из такого направления, как компьютерное машинное зрение. Если вы любите читать про технику, наверное, слышите, что человек с плотной такси и хотят делать еще что-то. Это вот абсолютно из этой серии. То есть распознавание пространства, распознавание объема. Вы видите, что в реальном времени в обществе вообще все что угодно. Здесь нет проблем с освещенностью. Потому что это инфраграммский датчик. Он может хоть ночью подбрать сигнал. Или датчиков 4 штуки разных. Каждый по отдельности эту задачу не решает. Но все вместе. Они друг друга дополняют и решают проблему, которые были. Например, кироскоп накапливает ошибку. Он в текстной поправку по камере. По камере нельзя делать объем. Но там уфракрасные скамеры строят объем. Это очень интересно. Так, я возвращаюсь к трансляции моего рабочего стола. Напишите плюсик, кому уже видно рабочий стол. Про битрейт не переживайте. Мы видео снимаем на Full HD Кантазии. Оно будет лежать в супер качестве. И все сможете посмотреть. Фантазии. 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 Идет. Фантазии. Значит, самое важное. Самое главное – это контент. Технологии действительно созрели, но без интересного проработанного контента и идеи проекта люди не будут им пользоваться. И на самом деле в этом и заключается ценность музея. Музей имеет эксклюзивный контент, которого во внешнем мире, скорее всего, вообще нет. Сейчас мир переполнен информацией, люди устали от нее. И они начинают искать для себя эксклюзив. То есть что-то такое, что бы у них вызвало явный восторг. И когда Владимир рассказывал, что даже бабушки и дети смотрели и говорили, что это здорово. Это вот правильный на самом деле кейс. Когда мы разместили виртуальный музей архитектуры на портале, где собираются люди, которые играют в компьютерные игры, которые до этого на самом деле плевают на культуру, они начали говорить, я понял, что это здорово, я понял, почему вообще эти архитекторы вот это все строили, что это здорово, что я бы тоже это хотел делать. Вот это было правильно. Тогда я действительно осогнал ценность того, что мы делаем. Это работа как с новой аудиторией, так и возможности для аудитории, для которой что-то недоступно. Поэтому здесь двоякая история. Конечно, применение вот этого непосредственного музея, мы такого сценария по-настоящему не видим. Если это не информационная зона, показываешь какие-то, например, древние вещи. Мы сейчас будем думать над проектом по реконструкции археологических объектов и так далее, тогда это возможно. Но так это, конечно, в смысле, в самой виртуальной реальности, это, скорее всего, выход музея вовне, демонстрация себя где-то снаружи, а не использование внутри учреждения. Продолжим. Самый важный слайд, что нужно знать в музее. Это можно взять как памятку. Первое, что мобильные устройства к 2020 году будут 100% готовы, сейчас уже 50% готовы. Вы можете спокойно начать использовать. Второе, очень много систем для создания этого самого контента. Есть много вариантов, они все имеют разные недостатки, но с этим можно жить и делать хорошие продукты. Третье, для наполненной реальности единственное освещение к экспозиции, единственное требование к экспозиции, это стабильное освещение. Сказал Владимир, это реальная проблема на данный момент. На маленьких слабых телефонах эта проблема увеличивается многократно, потому что у них совсем слабая приемная оптика и чипы. Но большинство музеев, в которых, по крайней мере, был я, с освещением больших проблем, в принципе, не наблюдалось. Мы делали довольно большое количество тестов. Четвертое, если есть готовые платформы и обученные люди, то контент делать, на самом деле, достаточно быстро и легко. То есть коллеги, собственно, Владимир, они сделали огромный объем контента, но им сначала пришлось поднять до себя процесс, собственно, его создания. Зато сейчас они могут вот так вот делать этот контент, и под любое крупное мероприятие... Какое мероприятие мы тогда делали? Последнее, это же, наверное. На презентации виртуальных музеев. Да, на презентации виртуальных музеев буквально за неделю. То есть контент был собран, купленное количество достаточно карт-бордов, и все прошло очень хорошо. Пятое, необходимы талантливые создатели контента. Вот если контент будет не вау, люди не могут на него ходить. К сожалению, стоит это признать. То есть некий кураторский подход все-таки в этом такой профессиональный, он должен быть, конечно. Да, искать действительно то, что интересно людям, делать на высоком уровне качество, потому что, ну, скажем честно, интернет просто завален информацией, и всем приходится конкурировать за внимание людей, у которых просто времени реально не остается, ни просмотра всего этого. Виртуальных музеев только тех, которые я знаю, он там больше, наверное, стал уже на данный момент. 120 музеев. Да, 120 музеев. Ну, продуктов, которые претендуют на звание музеев. Да, и люди там, даже, я человек, который хожу по ним, даже я вообще не хожу, и ты наверняка даже не в стиле. Не в стиле, да. Соответственно, единичный вал продуктов все знают, и музею, на самом деле, надо стремиться к тому, чтобы люди знали и его, и его продукт, чтобы был создан правильный образ. Ну, в этом плане, конечно, поддержка Министерства культуры, которую большую часть этих виртуальных музеев и финансировала, и, собственно, и оказывает нам основную помощь и поддержку по развитию данного направления, ее трудно переоценить. И, собственно, значимость портала Культуры РФ и, собственно, Единопространство сферы культуры, это, скажем, тот инструмент, на который есть основные надежды по распространению информации. Собственно, вебинар наш проходит как раз в рамках этой программы, и мне кажется, вот, важно, что когда музей что-то такое делает или сообщает, чтобы он это мог правильно описать, правильно преподнести, передать коллегам, и коллеги помогут это осветить. Это был шестой пункт. Нужно грамотно продвигать музеи и музеи, собственно, созданные эти возможности. Потому что если вы их просто сделаете, но о них никто не будет знать, от сожалению, они не принесут всего того, что мы описывали. Нужно задавать правильные инфоповоды для людей, доносить реальную ценность этого, и тогда люди будут этим пользоваться, и они будут, более того, еще и подтягивать других людей. Мы сейчас перейдем к практическим кейсам. Я нашел абсолютно замечательную картинку. Не знаю, все ли знают про игру Pokemon Go, но, по-моему, она вызвала огромное количество споров везде. Там, кого-то посадили за то, что он в храме искал покемонов. Да, это нехорошо, конечно. Не всем музеям нравится то, что люди ищут у них покемонов. С другой стороны, есть музеи, которые, наоборот, говорят, у нас живут покемоны, приходите в наш музей, пытаются им еще что-то показать, кроме этих покемонов. И эта картинка, она отражает некого современного человека. Он пришел явно не в последний музей, в иностранный какой-то музей, возможно, кто-то его узнал. И он начинает искать покемонов, вместо того, чтобы наслаждаться этим музеем и так далее. И получается, что кроме конкуренции со стандартными средствами информации музеев между друг другом, появляются еще дополнительные средства конкуренции. И, соответственно, начинаются размышления, что же с этим делать. Есть, на самом деле, довольно большое количество книг про иностранные музеи, как они делают привлечение, гимнификацию, так называемую «Сириус Геймс», то есть не в развлекательных целях, чтобы у людей были там дополнительные стимулы. Мы некоторые вещи, собственно, сейчас покажем. Так, был последний слайд. И я буду показывать сейчас видео с реальными примерами. Давайте я начну с Пушкинского музея. Так, коллеги, кто писал, что про Пушкинский музей, там не обижайтесь, ладно? Просто это один из самых крупных проектов, интересных, которые мы сделали за последние два года. Володь, да, был показывать, а ты немного расскажешь, зачем ты делал эти, что это. Ну, собственно, я вначале упомянул, то, что мы сейчас находимся в стадии реконструкции. Для нас принципиально важно реально увидеть технические какие-то планы и то, как изменится территория вокруг нас. И всем на это посмотреть, потому что многие не читают чертежи, многим довольно сложно представить, как это будет. И действительно, сейчас идет благодарность театр-архитекторов и научных сотрудников за то, что можно погрузить в пространство, обсудить какие-то детали, вплоть до текстур, до, ну, вот, каждый элемент. И, соответственно, переоценить пользу такого проекта довольно сложно для нас. И мы планируем его, конечно, максимально развивать. С другой стороны, есть и задача общественного знания, доступа к тому, чем мы занимаемся. И это тоже не последнюю роль в этом играет вот такая доступность информации о нас. Ну и, конечно, мы видим с вами внешние вещи, а это вопрос того, что работа именно с внутренними пространствами, проектирование экспозиций, проработка каждой детали интерьера, собственно, каких-то расстановки устройств и так далее. Покажи библиотеку данных. Да, если я управляю в каком-нибудь живом примерчике. Видимо, там тазик пошипается. Но эффект присутствия, как всегда. В общем, мы сейчас загружаем в библиотеку данных, поскольку это клиенцированная система, а не отдельная модель. Теперь, наверное, будет слайд по организации этой системы? Нет. Ну и слава вам. Коллеги, техника, сбой. Но мы можем показать вам на слайде отдельно. Мою презентацию, мы же щелкнули. Дальше. Два слайда. Видимо, у нас памяти не хватило. Да, коллеги, даже у нас не хватает памяти сейчас. Да. Моя презентация. Мы сейчас покажем вам в виде слайда. Как это вы видели? Интерьер – это расстановка объектов, которые происходят из библиотеки. Ну, собственно, следующий слайд. Это, собственно, данные, загруженные в библиотеку. И, соответственно, уже каждый пользователь данной системы может проектировать свою экспозицию. И вот этот вопрос не только к архитектору, но и к планированию выставок, к планированию экспозиции и так далее. В принципе, очень важная среда для осмысления того, что мы делаем. Ну, собственно, наверное, музейщикам не надо объяснять, зачем это нужно. Ну, говорим, картины, там освещение, охрана, пожарная. Элементы, люди, да, там, не знаю, внетушители и так далее. Ну, собственно, вот эта схема. Мы ведь ужасы не будем вам показывать. Это айтишные ужасы. Как оно выглядит внутри. Так. Давайте посмотрим видео. Давай, пойдет масса. Так. Народ, кто пишет вопросы, вы их не забывайте. Мы-то покажем вам кейсы, и мы с вами поговорим. На все вопросы ответим. Вот здесь для этого. Значит, есть ролик музейного квартала, который показывался на этом музее. Зоксан, это процесс работы. Когда было и стало, с архитекторами практически в режиме реального времени уносились изменения. Проект очень сложный. И людей, которые участвуют в принятии решений, много. Их разная зона ответственности, и в собственном форме модели, они договариваются. И договорить. Это не мгноварно. Разменений много. Вы видите. Но все же дело надо дать. Если так, будем гулять, будем гулять. Но дело для этого не важно. Да. Пока в грантальной среде можно гулять. В 2016 году. Так, давайте дальше посмотрим. Тут довольно много проектов, на самом деле. Мы вышли несколько за регламентом. Но, я думаю, вам интересно все это будет посмотреть. Следующий проект. Слышно мой голос? Плюс. Коллеги, слышно ли мой голос? Отлично. Значит, интересный проект. Делали мы его почти два года. Виртуальный музей архитектуры. Смысл проекта в том, что в России огромное количество проектов архитектурных, которые считаются великими. Как в России, так и во всем мире. Но большинство людей, они не могут, в принципе, понять и посмотреть, в чем же была их великость. Потому что чертежи читать может какие-то там доли процента населения. И даже, честно говоря, не все архитекторы могут читать чертежи старых архитекторов. Потому что школа изменилась. И не было вообще тогда единой школы черчения. Или, например, макеты вот такие, разобранные по кускам большого Кремлевского дворца. Большинство людей вообще не знало, что были другие проекты Кремлевского дворца когда-то. И они были огромные, там были похожи на лубы, разрушенные. Например, чудо-бизнесенские монастыри, усадьба, бескучная. Много, на самом деле, всего. Или дворец советов. Но можно долго, в общем, перечислять. 13, по-моему, здесь проектов разных. И оказалось, что это очень интересная, благодатная тема для того, чтобы футболизировать как русскую культуру, так и архитектуру, как часть, в принципе, культуры. Более того, это приложение отлично пошло за рубежом. Так. Странно, я звук видео вообще отключил. По крайней мере, мы его не слышим здесь. Так, ладно, попробуем договорить. Так. Попробуйте сами у себя звук убрать. Наверное, это у каждого свое. Да, проект, соответственно, очень получил большое распространение. Сейчас в него добавляются еще языки иностранные. И люди, в общем, большим интересом смотрят. Что? Вас не слышно. Коллеги, смотрите. Сейчас. Давай остановим вопрос. Коллеги, смотрите. У каждого из вас, похоже, свой регулятор звука. На видео. Вы его просто приглушите. То есть я у себя его убрал, но получается, что я не могу убрать у вас. То есть вы можете индивидуально себя его выключить. Я понимаю, да, оно у меня громко, но я у себя видео выключил. Это самое смешное. Давайте я тогда буду сначала показывать, а потом рассказывать. Они короткие. Супер. Но я его просто на паузу поставил. Первый раз вебинар, все хорошо. Хорошо, что мы с юмором все как-то относимся вместе. Дальше. Из этого же проекта была сделана реально хорошая экспозиция, интерактивная. Она называется «Коридор времени». Реально из этого же контента. И эта экспозиция работает уже почти год. Вы можете сходить в музей архитектуры Ничусева, она функционирует. Давайте на нее посмотрим. Не уключай, просто мы не будем делать. Окей. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Поздравляем! Поздравляем! Мы прям такой шаг вперед. В общем, людям это нравится. Как вы поняли из этого видео, это была первая группа, которая показывала. Мы до конца, до самого не были уверены, что это пойдет, потому что это довольно-таки так специфично сделанная архитектура, вообще специфичное дело. Но людям нравится, и, в общем, посещаемость очень хорошая. Эта экспозиция. Я хочу показать, как это делалось. Мы подаем сейчас на конкурс интерактивных приложений, еще на один. Здесь, собственно, показан процесс. Сейчас мы посмотрим. Ну, все на английском языке. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Два раза выросла цена на комплектующие, потому что кризис случился в середине проекта, когда мы были уже под госконтрактом. Это для меня лично был реальный античный курс, потому что нам пришлось искать систему, которая заменит ожидаемую, но при этом, чтобы она выглядела не хуже, а в итоге получилось даже лучше. Мы написали собственные слова для управления экспозицией, потому что тот, который мы хотели, вырос аж в 4 раза, даже не в 2, когда выросла 100 евро. В общем, это был такой проект хроники пикирующего бомбардировщика. Плюс нам пришлось произвести порядка 65 видео, которые на самом деле не входили в контракт, потому что на слабых устройствах все это чудо не работало, потому что оно поедало порядка гигабайта памяти, обычные маленькие телефоны, может и не быть даже и 512 гигабайт памяти. Министерство культуры хотело очень высокой доступности, и, соответственно, операционные системы мобильные тоже были какие-то исторические, наверное, двухлетней давности. И, собственно, под это все это дело оптимизировалось. Есть слайд, вы можете сюда зайти, собственно, посмотреть. Как делалось это конкретно? Наверное, это тема даже ни одного вебинара. Надо делать учебный курс. Друзья, мы видим, у меня по разным каналам приходит вопрос о том, что, может быть, это достаточно такая размытая сегодня лекция. Это действительно много воды. Мы рассказываем, в общем, не задавая, не рассказывая технические нюансы. Я думаю, что для нас это для всех переопыт. Мы посмотрим на вопросы, которые будут, и, конечно, сможем продолжить, уже разбирая конкретные кейсы, давая предложения по платформам, передавая опыт такой уже, я не знаю, на уровне кодинга, с тем, как с этим работать, на уровне качества съемки, количества, не знаю, там, ну, самые детали. Но нам надо понять стресс, по сути, нашей аудитории сейчас, качество ваших вопросов, и, собственно, общий уровень аудитории, особенно те, кто интересуется. Поэтому будем очень благодарны за вопросы. Сейчас не обещаем, что ответим на все, но точно проанализируем и постараемся вторую серию сделать более конкретной, конечно. Да, для первого мы решили, что надо рассказать все обо всем. Так, следующий, значит, проектик. Извините. Следующий проектик – это кейс Горбаря, который я обещал показать. Наверное, вы все знаете центр реставрации имени Горбаря. У коллег, на самом деле, интересная работа, которой интересно смотреть, как они, собственно, эту реставрацию производят. Но для большинства, скажем так, общей публики, их работа, мало того, что непонятно, так они еще и не видят, на самом деле, эту работу. И не видят самого интересного. И тогда было принято решение, что нужно показать, как происходит процесс реставрации. и на некоторое количество иллюстраций с картиной можно навести мобильный телефон и увидеть этапы реставрации. Ну, сейчас ролик посмотрите, все поймете, кто не видел вообще. Редактор субтитров А.Семкин Хорошая оказалась история, она тоже понравилась людям. Более того, она понравилась даже самим реставраторам, на что мы не рассчитывали. Вы видели, многие молодые лица, это, можно сказать, юные реставраторы цена реставрации, ими говорили. И что интересно, большое количество людей могли одновременно видеть разную информацию об одном и том же объекте. Потому что у всех людей на самом деле разные потребности, и это позволяет, собственно, интерес в разных людях вызвать одним и тем же объект. Это я дойду, посмотрю, какие у нас вопросы. Да, давай, там есть их некоторое количество. Что интересно, этот проект будет, собственно, продолжаться. Скорее всего, он выльется в некую даже платформу, на которой можно будет значительно больше делать количество объектов, чем сейчас. Сейчас их порядка 20. Если хотите, можно скачать само приложение на AppStore. По-моему, по слову Grabbaria оно ищется. В нем есть библиотека объектов, вы можете и без дополненной реальности их посмотреть, это тоже достаточно интересно. Следующая штука, она не классический музей, я думал показывать ее, но решил, что надо показать. Значит, в парке Горького есть музей парка Горького. Если кто-то, может быть, знает, в 30-е годы в парке Горького стояла парашютная вышка, они решили в музее показать, как это было. Понятно, что построить вышку в парке такого размера, наверное, им было бы нелегко и решили дать людям ощущение виртуальной реальности, как вот это было. Сейчас мы это посмотрим с вами. Мы рождены, чтоб нас тут сделать пылью, преодолеть пространство и простор, нам разум зал, стальные руки, крылья, а вместо сердца пламенный мотор. Все выше, выше и выше, и выше. Прямим мы в полет наших гипс, и в каждом пропелле рядышей спокойствие наших границ. Бросая вы, свой аппарат послушанный, или творянь, невиданный полет, мы сознаем, как крепче слот послушный, наш первый в мире пролетарский плот. Все выше, выше и выше, Прямим мы в полет наших гипс, и в каждом пропелле рядышей... Так, в общем, все понятно. Это, конечно, очень развлекательная штука, с одной стороны, а с другой стороны, очень большое количество людей узнало, как в 30-е годы выглядел пар Горького. Им было интересно, и более того, они бились за то, чтобы в этом поучаствовать, и хватили деньги. По-моему, 300 рублей даже не хватили за это. Проект был сделан, по-моему, за три недели. У нас была модель Парга Горького, потому что этот наш клиент, быстро был пределан шлем, логика, и, собственно, модель башни, вот так сделанная. Это хороший пример коммерциализации музея. Дальше. Центральная выставка. Значит, по-моему, пару лет на интермузее участвовал в ОДНХ, им было сделано интересное приложение. Это так называемая фотобудка до полной реальности. Я пару слов скажу перед тем, как запустить. На самом деле, все учреждения хотят, чтобы люди что-то с собой несли и помнили о нем, и как-то транслировали на свое окружение, чтобы создавался вирусный эффект. Несколько лет назад мы поняли, что лучше всего работает фотографирование с какими-то интересными объектами. Это реально поваримая мания, люди себя фотографируют, соцсети там посылают, другие люди смотрят, они тоже сюда хотят прийти. И было разработано приложение, которое позволяет человеку сфотографироваться с макетом виртуальным всех основных зданий ОДНХ. И вы сейчас это увидите. И в конце будет количество фотографий очень большое. Вы узнаете многих известных людей, директоров, даже некоторых известных музеев, которые пришли и тут сфотографировались с этими макетами. Что там происходило с детьми, ну, в общем, вы сейчас это увидите. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА В общем, оказалось очень недорогое успешное мероприятие. Тоже, по-моему, сделано было, как всегда, за месяц, как думают, на мероприятии. Но показало очень хороший результат. И возилось, в принципе, на большое количество мероприятий. В основе обычный компьютер, обычная веб-камера, не какие-то профессиональные штуки. И программное обеспечение, которое умеет это делать. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Мы делали это тоже в мае прошлого года на день рождения музея. И привязывали это к билету. То есть распознание шло, как вместо марки выступал обычный входной билет в музее. И люди в итальянском дворике музея могли, поскольку билеты у нас разными картинками, могли увидеть разные объекты и посмотреть на себя. Единственное, что мы не делали камеру, но народ справился через селфи, через внешний вид, и там достаточно было хэштега рядом, даже без какой-то специальной системы. То есть вполне доступно. Но на следующий раз нам дать все ссылки мини-классы как сделок к доступным открытым ресурсам и так далее. Сегодня мы действительно недостаточно подготовились, я чувствую. Мне кажется, все хорошо. Для первого занятия я могу рассказать. Но сейчас мы услышим еще ваше мнение. Еще будут сейчас два видео, и потом мы подвечаем на вопросы. Следующая штука это выставка военной техники на УДНХ. кто там был, возможно, увидели даже это мобильное приложение до полной реальности. Смысл был в том, что военную технику залазить нельзя, но какую-то интересную информацию людям получить нужно. И главной идеей стало, что нужно показать собственно в чем заключается инновационность этой техники, что каждая техника является реальной инновацией. Но в пределах конечно допустимого и не секретного. Показать, когда внутри выглядит и так далее. Если я думал то я нам сразу дотуда же. Так. Вот, значит. Давайте смотреть. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok полтора года. Тоже нас довольно сильно это удивило. То есть готовность аудитории она реально высокая. Люди хотят эксклюзивный контент, хотят интересные качественные приложения. Хотят смотреть то, чего они по-другому не посмотрят. Так. Последнее видео и после этого будем отвечать на ваши вопросы. Так. Посмотрим, что это за видео. А. Значит, последнее видео это иллюстрация тех проектов, с которых Визиара начиналась. Начинали с того, что делали трехмерные памятники ЮНЕСКО. Всякие Мачи Пикчо, Тажмахалы, Красная площадь, Дворцовая площадь Сфитер. Здесь есть Мачи Пикчо. Это то, с чего начиналось. Сделано было 9 лет назад. Вообще наш самый первый проект. Что было просто понятно, что было 9 лет назад и что вы видели сейчас. Мачу Пикчо. Легендарный город инков. Ступенчатые террасы и исполинские каменные сооружения хранят множество загадок. После вторжения испанцев на территорию империи жители города таинственно исчезли. Конкистадоры не добрались до Мачу Пикчо. Однако стены храма Солнца носят следы огня и сокрушительных ударов. Мачу Пикчо считается одним из новых семи чудес света. Так, ну, в общем, тут все понятно. На самом деле можно было еще больше проектов показать, но наша цель на самом деле сегодня еще раз повторюсь, подбить какую-то общую базу, потому что мы пока не видели других вебинаров в культуре про РВР и решили, что надо от чего-то оттолкнуться. Ну, в общем, я понимаю, что у вас разная аудитория, кто-то скорее про бизнес-цели, кто-то будет про креатив думать, кто-то IT реализовывать это, и в зависимости от ваших вопросов, пидбэков, мы будем про следующее тогда думать мероприятия. Я думаю, они будут не последние, и мы готовы поотвечать на ваши вопросы. Вы тогда их пишите сюда, вы, судите поближе, и мы начнем прямо сверху. Готовы сюда разработки. В общем, среды разные. 3D мы делаем в Unity 3D, она самая распространенная на данный момент среда. панорама 360 градусов. Что вы делаете? Панорама 360 градусов это подоснове собственная система управления контентом, а основной движок это модифицированный open source движок КРПАНа. Есть и другие среды, на самом деле кому что удобно, но у нас опыт на Unity огромный, у Володи огромный опыт на КРПАНа. Да, и соответственно программы типа ПТГУИ и так далее для сборки всеми панорам. Но здесь больше вопросов именно о том как снимать фото панорамы, чтобы они были качественны, на какие объективы, повороты и так далее. Но это может следить в следующую очередь. Специалистов на самом деле все упираются так же как в 3D. Дальше будет ли запись? Да, она есть, она будет залита. Презентации тоже будут залиты, мы хотим, чтобы вы могли этим пользоваться. С чего надо начинать, чтобы это использовать, есть ли программы, которые делать это позволяют, на какие носители скидывается такая программа. Это все очень разные продукты. Если говорить о том 3D, ну о прогулке в 3D по музейному городку, которую вы видели именно на основе модели, то это в нашем случае это серверная система. Есть варианты установки просто экзе для десктопа. То, что вы видите виртуальные туры, это собственно сайт, мы с него и смотрели, вы сейчас можете все подключиться. Соответственно, есть возможность сделать локальную версию, развернув локальный сервер на каком-то компьютере на основе распространенных таких вещей, как Denver или тому подобные платформы. Окей, дальше, какова стоимость проекта? Так, ответ сразу, тут скорее всего большие человека, часы по моделированию по деньгам не должно быть много. Коллеги, все относительно. Пока я не съездил в Сибирь какой-нибудь Ленинск-Кузнецкий, мне по меркам Москвы тоже в принципе все оказалось недорого. Если вам интересно посмотреть стоимость например работы Vizero, можете зайти на Vizero.ru, там есть целая стоимость. Мы прозрачно ее показываем, вы можете посмотреть как она образовывается. Коллеги, говорить о стоимости проекта довольно сложно, потому что скажем так, можно считать условно по каким-то элементам, например для нас это то, что вы сейчас видите и только множество проектов, которые подчиненные единой стратегии были включены из разных точек населения. В первую очередь министерство культуры, но были и спонсорские финансы и так далее. Даже сейчас сказать единую сумму довольно сложно. Все на самом деле в детали. Скорее нужно просто смотреть на ваш проект и только тогда можно сказать сколько это может обойтись. Потому что внешне вроде бы одинаковые вещи могут стоить на два порядка различных в зависимости того, какого вы хотите функционального эффекта на основе чего и какие данные в первую очередь подготовить сами. Всегда возможна оптимизация, потому что главная цель, ради которой это делается и уже думать дальше как технически это реализовывать. Возможно некоторые вещи технически не так важны и можно оптимизировать. Здесь сказать одним словом довольно сложно, потому что словно от ста тысяч до нескольких миллионов. В общем кому интересно прямо про 3D зайдите на сайт Визион Стоимость можете мне там написать письмо там все очень прозрачно. Так есть ли бесплатные программы? Да они есть. У Unity 3D есть бесплатная версия вы можете попробовать сделать 3D для Panorama тоже есть бесплатные программы тоже можете попробовать они заинтересованы то есть сейчас на самом деле чего происходит? Сейчас пик популярности этого направления и все производители заинтересованы чтобы у них было много пользователей. Для вас золотое время для освоения бесплатные курсы бесплатные программы главное выбирать то что достаточно распространено чтобы вам могли помогать и были какие-то готовые решения на ваши вопросы. На самом деле бесплатных проектов не существует вопрос какого уровня у вас специалист или какими компетенциями вы сами обладаете сколько времени готовы потратить большую часть можно сделать скажем так имея базовые знания в области программирования кодинга и какого-то скажем так хотя бы среднего уровня визуальный вкус и это доступно то есть все выложены это не какие-то закрытые разработки и так далее в основном это open source или совершенно доступные продукты да значит когда будет удаленный курс вы на свой вопрос вопрос мы обдумаем это просто это интересный вопрос подумать спасибо за него так айтишник нужна информация о возможностях платформы ее внедрения в локальных знакомых вне музеев без привлечения отдельных специалистов возможно использовать платформу как коробочный продукт мы наверное говорим про разные продукты потому что то что мы показали здесь очень много всего я могу сказать про 3d что все что мы делали всегда было спецпроектом потому что это всегда было некой вишенкой которая позволяла вызвать острый интерес можно было делать что-то более-менее стандартное в принципе есть там некие шаблонные заготовки но на практике у нас не было с музеем ни одного проекта который был бы реально одинаков коллеги я могу сказать так то что платформы мы используем да стандартно мы их назовем и технологии тоже назовем это юнити и карпана проблем нет но в целом дальше это проекты индивидуальные они очень зависят всегда от контента и сказать что сейчас есть там супертиповое решение довольно сложно ну смотрите как всегда есть системная какая-то часть ну как раз для этого юнити и карпана тоже используются есть бизнес логика она полностью для проекта создается есть интерфейс и контент они тоже создаются полностью для проекта потому что они уникальные но конечно понятно что компании которые работают скажем так в этом рынке чем они опытнее тем обычно больше наработок и можно взять какие-то условно готовые проработанные перед этим модули так что ищите партнеров профессионалов ну да я в данном случае говорю не столько про Александра потому что вопросы про сайты туры решают множество мы например не делаем сайты вообще не делаем соответственно мы если делаем большие комплексные продукты мы партнеримся по сайтам мы не производим центральный партнер музей плюс если кому интересно вы все наверное их знаете мы не производим оборудование соответственно у нас есть партнеры которые делают оборудование но мы качественно разрабатываем по мы качественно делаем контент соответственно как говорил Владимир нужна специализация а наша задача собственно как музея вот и задача моих специалистов в музее это кураторство того что есть хотя конечно у нас есть главный программист кстати мы ищем еще одного человека так что welcome кто хочет в команду так на какой платформе разработанная экспозиция по архитектуре смотрите что там было там была интересная история там тач экраны моноблоки юнити мы писали всю серверную часть тоже на юнити интерактив есть на юнити сайт это можно сказать разработанная смс под этот проект которая тоже была интегрирована с юнити которая мог показывать сама световая часть это санлайт системы она позволила много денег сэкономить потому что она можно сказать экранная эстрадная сценическая там очень легко сделать эти цветовые эффекты потому что если бы мы использовали архитектурную систему освещения во первых там вообще какой-то сложнейший софт понятно что там высокая износа стойкость но там реально на порядок цены просто отличаются а здесь мы использовали обычные световые ленты да их было много да заложили запас по прочности но уже год каждый день с утра до ночи это все работает пока даже ни одна лента на самом деле не сгорела и при этом это был не очень дорогой проект и потом мы стали общаться с иностранными некоторыми музеями и я увидел что они тоже примерно такие же решения начали использовать потому что здесь многие специалисты говорили что это неправильно это непрофессионально но мы смогли это мнение переломить и в общем сделали без превышения бюджета очень хороший проект причем лучше чем бы он был потому что среда для программирования лучше он такой же таймлайн как программинг например для видео и вы можете хоть цвет менять хоть яркость этого всего но в общем очень отлично и очень удобно так используемые язки программирования какие csharp у нас у коллег яускрипт и php все стандартно то есть все что сейчас распространено то используется айтишнику нужен тз это правда да без тз вообще ничего не надо начинать причем иногда тз долго делаются то есть на самом деле вот там есть следующий вопрос про этапы первый этап это собственно формулирование задачи и подготовка технического задания только после того как мы уже как бы сформировали техническое задание можно вообще как-то говорить об осмечивании проекта и было бы непрофессионально неправильно называть какие-либо цифры не видя подробностей вот можно говорить о типовых решениях но они опять же постоянно меняются за одно и то же тз команда студентов возьмется за одну стоимость команда профессионал за другую а какие-то люди которые считают себя интеграторами за значительно большую привлекут всех предыдущих да на самом деле на наш всегда взгляд чем мы пользуемся золотая середина за небольшие профессиональные команды которые себя зарекомендовали уже на рынке и в конкретном сообществе в конкретной области потому что интеграторы ну да стоимость их обычно весьма весьма но и привлекать на сложные проекты людей которые не делали это в общем тоже достаточно опасно глава 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 чтобы у вас сложилась хорошая личная коммуникация мне кажется и тут вот мы да мы постоянно обсуждаем еще тот вопрос то что не бывает так что мы отдали все полностью ноутсорс минимум пятьдесят процентов идет со стороны заказчика то есть минимум пятьдесят процентов идет со стороны музея понимание выникание вот проверки этих вещей а может быть иногда и больше поэтому не должно быть такого что вы как бы отдали кому-то на откуп там сказали сделайте мне красиво и как бы команда начала заниматься сама непонятно чем собственно чаще всего вот айтишный проект ну в первую очередь веб-сайты или мультимедиа экспозиции страдали именно от этого многие начали это делать доверились какой-то как бы команде которая баркетинг себя презентовала и дальше отпустили их на вольные хлеба и итог как бы не удовлетворяет никого это это частая ситуация поэтому включенность должна быть полной мы должны в том числе добучиться хорошо что мы встретились на вебинаре и собственно да мы должны понимать я полностью поддерживаю Владимир как подрядчик потому что айтишная команда даже если она много музейных проектов реализовала они все равно не не являются и музей себя свою суть и свою цель лучше понимает нужно устраивать коммуникацию и все этапы пропускать через цель музея смотреть искать думать ну собственно анализировать и ваша насмотренность это в том числе гарантия того что что вы будете понимать что происходит вы сможете верно и сможете попросить то что вы хотите точно еще хорошая ситуация когда подрядчик готов заниматься обучением музея мы например это делаем и музей плюс это делает потому что мы реально заинтересованы чтобы заказчик понимал что происходит в проекте так дальше было бы здорово рассказать про среднюю стоимость проекта ответили на самом деле могу сказать сколько стоили те проекты которые я показывал они все же госкомкурсы можете их найти мне кажется музей архитектуры за 2 года порядка 20 миллионов стоил вместе с экспозицией экспозиция там самым дорогим была парк горького мне кажется стоил 1600 там была модель парка горького до этого полностью сделанная что еще есть гробарь ну в общем никому не рассказывайте но мы его сделали за 120 тысяч рублей можно было сделать за бесплатно но мы хотели чтобы это направление появилось в российской культуре это был у нас проект визеры и нам нравился центр гарваря не смогли нас очаровать так причем делали мы его почти полгода так что тут есть музейный квартал по-моему 5 800 да 5 по-моему музейный квартал порядок по-моему что-то 5 миллионов но это год работы это большой проект так так в ДНХ 9 мая по-моему стоил где-то миллион рублей и он тоже делался в формате делаем ребята за полтора месяца но потом в этой месяце вы правда утверждали у министерства обороны что мы решили опубликовать эти модели но про музейный городок я могу сказать то что мы со стороны музея довольно долго формировали проект написали большое обоснование очень четко понимали что мы хотим и направились на заявку в министерство культуры слава богу коллеги поддержали нашу инициативу собственно так мы с Александром и начали работу так да следующий вопрос так про запись все мы рассказали так ТЗ нужно для разработки программного обеспечения дизайнеру пожалуй может понадобиться что-то в том случае если это коммерческий проект так я не понял этот вопрос это комментарий мне кажется наверное да это комментарий да без ТЗ нельзя начинать эти проекты на берегу надо договариваться что будет как коробочное решение ну я уже отвечал то что в компаниях есть наработки но в явном виде как сервис или как какое-то облачное решение все что вы видите пока не представлено так типовое решение google art project вот там все можно загрузить это и есть вариант типового решения вряд ли можно придумать как бы какие-то другие варианты платформы да это все урезано там снижено качество еще что-то но зато решение типовое да в принципе вот можно такое ответить так в условиях современного законодательства котировок и акционов можно в ТЗ решить вопрос получения качественного продукта можно ли отразить в ТЗ качественные характеристики и ведь такое ТЗ удалое сотрудник УК не может составить нужно на его написание привлекать специалистов правильно которые тоже наверняка выбираются тендером ну наверное тебе надо как музей ответить ну собственно коллег для этого существует наше профессиональное музейное сообщество я вас приглашаю на конференцию АДИТ и на всевозможные семинары которые мы проводим и как раз вот такая совместная поддержка внутри подготовка иногда где-то да адекватных технических заданий достаточно детализированных чтобы люди просто не допинговали не делали после этого барахло или вообще исчезали это вопрос да повышение квалификации обучение и конечно общение между специалистами но я думаю что другого пути просто нет нет другого пути по поводу увеличения ТЗ в общем вам нужно разговаривать сразу с командой каким образом вы будете работать мы например пропагандируем итерационную разработку нас в принципе не беспокоят если будут какие-то изменения в работе если они укладываются в бюджет и делают проект лучше но если есть госконтракт по любому его условия должны быть выполнены потому что это не обсуждается даже тем не менее например для того же музея архитектуры у нас не было этих 65 видео в задании но мы это сделали потому что мы сами были заинтересованы чтобы проект был хороший так перспективы использования в ТИЦ без комментариев выставляю на что у меня все дупые коллеги Елена Потехина вы напишите пожалуйста снизу что имели ввиду перспективы использования ТИЦ в вопросах мы еще раз дойдем тогда до него следующий вопрос какие названия где можно скачать про что ЮНИТИ и КРПА наберите да и собственно все так да название мы сказали если нужно просто виртуальные туры шести комнат то что для этого необходимо фотоаппараты прямые руки да это хороший ответ на этот вопрос так на следующих вебинарах пожалуйста покажите основные подводные камни подобных проектов особенно изнутри от заказчиков от учреждения культуры основные подводные камни некомпетентность сотрудников на местах и как бы невнятное ТЗ поначалу то есть вы должны договориться обо всем точно на берегу и начать говорить на одном языке поэтому нужно несколько встреч для хотя бы взаимного обучения понимание что термины которые вы используете это одни и те же термины основные подводные камни это всегда коммуникация да и желание работать и есть риски айтишного проекта всегда то что есть инициатор его но совершенно не факт что он получит полную поддержку внутри своего учреждения дальше поэтому опять же это должна быть слаженная команда внутри потому что часть материала готовят научные сотрудники часть материала готовят я не знаю отдел там условно популяризации те кто кто из замов кулирует эти возможности вот эта команда должна быть консолидирована чтобы не было в первую очередь противоречий внутри самой организации только тогда когда выстроено все внутри коммуникации можно начинать общаться с написать тезе и уже после выбора подрядчика с ним как-то работать так следующий вопрос переходим так спасибо да вам тоже спасибо какие в среднем сроки реализации проекта если я пишу грант на разработку сколько времени мне выделить проектировщикам от полугода я согласен да тоже с этим поправьте меня если я неправильно понял вы будете обучать пользоваться программой для этого или просто принимать заказы тоже хороший вопрос коллеги но просто надо смотреть на продукт мы можем на следующих семинарах дать рекомендации по съемке пространственных панорам дать рекомендации по кодингу дать рекомендации по элементам технических заданий которые вы можете вставить в свои технические задания при как бы планировании чего-либо очень важно то что это собственно сам поиск финансов потому что если вы написали внятный проект скорее всего вы сможете найти под него финансирование будет спонсор или ответница министерство культуры или как бы есть множество вариантов как добыть финансы но сначала вы должны это сформулировать и та же ФЦП культура насосы страдают от того что деньги то все время в министерстве остаются как это ни странно к концу года особенно по направлению информатизации просто мы сами не можем их как бы освоить забрать потому что не можем написать достаточно внятный проект который был бы действительно продуман и понятен поэтому здесь вот первый вопрос конечно продумывание проекта продумывание что мы показываем зачем мы показываем потом уже какое-то движение но чаще если вы сформулировали идею если вы достаточно настойчиво достаточно воли для ее обоснования вы найдете возможности так спасибо было очень интересно вам тоже спасибо нам приятно это услышать было бы очень интересно наверное разным музеям ту самую классную штуку для создания выставок как вы считаете можно было бы это распространить или это тоже эксклюзив в общем мы делаем потихоньку коробочную версию это я первый анонс мы сделали порядка десяти крупных проектов на этой системе первая была система планирования олимпийских игр в ДНХ Парк Горького сейчас это Пушкинский музей довольно большие проекты но вырос функционал который нужен всем и мы в общем потихонечку делаем коробочную версию кому интересно напишите мне возможно у вас будет тестировать в ключе так 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 какие проекты можно внедрить в библиотеке вот коллеги это как раз вопрос к тому что вы должны продумать и как эксперты и как Александр как разработчик не по большому счету не должны придумывать за вас проект потому что ключевая история успешности вашего проекта будет он или не будет это то что вы его создатель и вы несете эту идею если вам сказали то что может быть у вас было бы это то скорее всего ну очень велика вероятность что вы не дотянете его не сможете обосновать это должно идти изнутри вас вы должны осмыслить это и начать искать возможности сами иначе он действительно в 90% случаев обречен на неуспех да я очень много на самом деле вижу таких проектов они пустые то есть они технически может быть и ничего или могут даже плохие быть да то что рекомендуют внешние люди то что не идет изнутри то что не как бы то на что на что не хватает собственно знаний таланты желания куратора изнутри организации это скорее всего не состоится и даже в этом нет смысла и нет смысла поддержки это всегда видно даже по заявке по тому как вы работаете с проектом как вы ищете возможно у вас на подготовку документации по проекту на его обоснование уйдет там даже пускай год полтора и если вам отказали в первом грантовые истории или в первом запросе денег то это абсолютно ничего страшного потому что если говорить о фандрайзинге только успехом можно считать если если вы там 10 мест обратились и одно место вас поддержало потому что если вы написали проект и отдали там в одно-два места и вам отказали это вообще ничего не значит вы даже не попробовали 10-15 итераций только после этого можно говорить что я попробовал что-то сделать чтобы проект получился причем в разные места по всем форматам но как бы другого пути нет это вот ключевая роль здесь конечно куратор руководителя проекта ну да идея должна быть сама интересна не важно чем она будет реализована должна быть настойчивость в поиске возможностей и действительно один-два раза обращения этого недостаточно есть большое количество конкурсов тот же фонд Ботанина фонд Тимченко грантовые конкурсы специальные на места довольно много спонсоров и если это достоин но в общем-то все с этим надо работать так туристика информационный центр на базе музея видимо это комментарий был если не сложно расскажите на следующих семинарах о тех грантовых конкурсах и программах которые включают в качестве разделов создание подобных виртуальных проектов в первую очередь по Танину так мы переходим к следующему вопросу да очень хорошо дать такие рекомендации спасибо вам тоже спасибо спасибо все было интересно и познавательно вам тоже спасибо олджул джул 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 я понял вам тоже того же ты как это его создать, кого, кого создать. Хорошо, коллеги, давайте мы, наверное, на сегодня ограничимся. Мы рады, что вас было много и вы были активны, но когда семинар будет выложен, мне кажется, там будут наши контакты и можно будет написать что-то, уточнить и следите за анонсами «Единый процент сферы культуры», я думаю, это не последняя наша встреча в таком или там измененных составах. Да. Все, всем пока, хорошего всем дня и выходных сегодня же пятница. Да, короткой пятницы.